Всем доброе утро, друзья! Наши бюджетные Мальдивы продолжаются! И сегодня мы отправляемся на остров Гойду! Ну а начинается все с того, что мы проснулись в 5 утра, и нам нужно попасть с острова Фериду на остров Гойду. Но просто так нельзя прийти в порт и отправиться прямиком на тот остров, который вам нужен. Поэтому для начала нам нужно пересесть на лодочку, которая отвезет нас на остров Бода-Фалуду, что мы и сделали. Вот в 6 утра она за нами пришла, привезла сюда, выкидывает багаж, и сейчас мы уже ждем спидбот, который отвезет нас на Мале. И там тоже на Мале мы пересядем и уже пойдем на остров Гойду. Вот такой запутанный у нас маршрут получается. Но Мальдивы того стоят! Пришлось немного подождать. Наш кораблик запозднился на 1.15, но все нормально. Нашли, отправляемся на Гойду. Ну что, нас встречает остров Гойду? Где-то полтора часика мы шли, а то может и побольше. А в 4 мы вышли в 2.15, то есть час... Час 45. Час 45, да. Нас встречает отель наш, грузим наши чемоданчики и поедем на Гольфкаре. Чего себе! Сразу нас встречают венками мальдивскими. Прям как на Гавайях. Ну и конечно же, куда же без кокосов. Ммм, такие же вкусные, как на Шри-Ланке. Чирс! Вот это приятно! Встречают нас с кокосиками, веночками. Ой, с кучу пани. Настоящие цветы, да. Ну сейчас мы заселимся, все покажем. Будем исследовать. Очень голодные, поэтому сразу же нужно провести любимую рубрику. Оказывается, никуда не нужно идти, потому что на территории есть ресторанчик, где мы будем завтракать и ужинать, но сейчас мало времени, и мы взяли и заказали обед. А на обед решили не экспериментировать и попробовать просто фрайд райс с тунцом, то есть жареный рис. И, кстати, наш повар оказался со Шри-Ланки, с города Канди. Мы только оттуда приехали, так приятно было встретиться, так сказать. Ну, знакомого человека, хотел сказать, ну просто приятно, что человек со Шри-Ланки работает здесь, он только приехал 15 дней назад. Ну что, будем есть? И Серега ошибся, у нас оказывается включено все, то есть у нас и завтрак, и обед, и ужин, все включено. А, я думал, как в прошлом будет. Рис выглядит классно, я попросил без лука, как обычно. Отлично, отлично. В жареном рисе нет ничего сложного. Но иногда, например, на Шри-Ланке люди перебарщивают, допустим, со специями. То есть они привыкли делать как себе, а им нравится, когда остро. Вот, но человеку, который приезжает там с Европы или с наших стран, может не понравится, но здесь вот молодцы. И яичко еще пожарили, классно. То, что нужно с дальней дороги. А добирались мы отсюда с 5 утра, и вот только в 4 вечера мы прибыли на остров. Ну и, конечно же, немного фруктиков. Витаминки. Витаминки, да. И будем сегодня уже отдыхать, а завтра с утра уже отправимся осматривать остров. Первым делом мы взяли велики и погнали на Бикини Бич. И это, ребята, такой неплохой фитнес. Остров побольше будет, чем Фериду. Гойду, конечно, помасштабнее. Фух, пригнали. И здесь красиво. И смотрите, местные приезжают на байках, на великах. И убирают Бикини Бич вот от водорослей каких-то, от мусора. Песочек классный. Ну и, конечно же, водичка, друзья. О-о-о, сейчас мы как упнёмся. Даже двое туристов, я вижу, в воде есть. Мальдивы, конечно, удивляют. Каждый остров разный, не похож друг на друга. Понятное дело, что это всё равно пальмы, песок и океан. Но всё равно каждый по-своему хорош. Помимо нас здесь всего два человека, они плавают сейчас. Да. Ну вот так вот чуть-чуть мусор какой-то есть. Но они его, да, сгребают. Может, будут сжигать потом вот это вот всё, вот этот пластик весь. Вот так тут прям стараются, смотрят. Да, очень красиво. Сейчас просто отлив, когда прилив, вода доходит до сюда. А, да, точно, сейчас же отлив. Вообще желательно скачать приложение отливы и приливы, а оно так и называется, и следить за уровнем воды. Песочек, я вам даже не буду про него говорить, потому что он везде беленький, везде мягенький. О-о-о, класс, водичка, огонь. Такая охлаждающая. Сейчас на байках прокатились, прям взмокли. Поэтому я думаю, что на Мальдивах мы похудеем, потому что у нас две недели без алкоголя. У нас постоянно мы либо пешком, либо на велосипедах. Просто никого. Ну, два человека, ладно. Ну, и вот так вот пляжик выглядит со стороны. Опять же, никаких кафешек, никаких магазинов. Все нужно купить заранее самому. Мы вот взяли просто в отеле воды. Можно заехать в магазин, взять там каких-то напитков, фруктов, что-нибудь такое. Ну, и пару шезлонгов есть, поэтому полотешки берите, и можно смело отдыхать. Ну, я думаю, многим из вас будут интересны цены. Одна ночь на этом острове Гойду в нашем гестхаусе Хорсбург стоит 110 долларов. Завтрак и ужин на двоих. Вполне адекватная цена в долларах есть. Кстати, ребята, мы пока что не будем переводить другие валюты, потому что, на самом деле, на данный момент это не очень актуально. Ну, как бы, постоянно курс меняется, поэтому будем говорить в долларах, и так будет всем понятно, потому что цена в долларах меняться, конечно же, не будет. 110 долларов в сутки на двоих. Трансфер с Мале, столицы, да, куда вы приезжаете в аэропорт, прилетаете, стоит 80 долларов на двоих, то есть получается 40 долларов человека, и в пути мы были час 45. Если вы хотите самостоятельно приехать на Мальдивы, что вам нужно? Вам нужно самим купить билеты, там, до Мале, да, до столицы Мальдив, и уже оттуда, либо вы принимаете решение сами, там, бронировать трансферы, бронировать отели, это можно сделать, либо вы можете, вот как мы, обратиться в компанию, которая занимается бюджетными Мальдивами, ну, не только бюджетными, у них есть и резортные острова, то есть они могут вам, в принципе, под ваш бюджет сделать абсолютно любое путешествие, то есть все зависит от того, сколько у вас есть денег на то или иное путешествие. Если брать в среднем, то на 10-14 дней обойдется путешествие на двоих от полторы до двух с половиной тысячи долларов, то есть это, в принципе, нормально, учитывая то, что та же Шри-Ланка, например, которая находится рядом просто для сравнения, тоже Азия, но это немножко другой отдых, это более такой активный отдых, да, Мальдивы это все-таки про чил, про релакс, про такое умиротворение и уединение, ну, то есть та же Шри-Ланка стоит плюс-минус столько же, поэтому выбирайте, обращайтесь, да, ссылочки будут в описании, то есть именно нам вы можете в комментариях задавать любые вопросы, что касается этих островов, на которых мы были, ну, а если вы уже хотите заказать путешествие, то это пишите, пожалуйста, не нам, пишите в компанию, потому что мы просто не владеем всей информацией, мы знаем только то, что вот мы видим, да, то, что мы вам показываем, а все остальное, вот, вы можете обратиться к Wild Maldives, Дикие Мальдивы. Дикие Мальдивы, ссылка в описании. В целом бюджетные Мальдивы существуют, и я считаю, что это очень хорошие цены, и местные действительно стараются, стараются сделать так, чтобы твой отдых был классный, можно здесь на этом острове заказать экскурсии, можно поехать, например, на рыбалку, на снорклинг, именно на лодке, также здесь есть Манта Пойнт, но так как мы уже видели Мант в предыдущем выпуске вместе с вами на прошлом острове, то мы приняли решение поехать на рыбалку, и вот сегодня вечером мы отправляемся ловить рыбу. Гостевой дом, или гестхаус, в котором мы остановились, называется вот так, Хорсбург Айланд Гестхаус, здесь на острове всего несколько гестхаусов, где могут остановиться туристы, и вот наш как раз-таки один из них. Мы вернулись с пляжа, и сейчас будем обедать, я сегодня себе заказала рыбку, вот, хочу попробовать, как тут повар, умеет готовить рыбу или нет, но в целом мы очень довольны питанием, то есть мы, получается, уже ужинали, завтракали, вот сейчас будем обедать, и все, что нам готовили, было очень вкусно. Обед готов, у меня сегодня рыбка, как я и говорила. Да, уже почищенная, без костей. Вкуснямба? Вкусно. Короче, с едой здесь все отлично, можете не беспокоиться. Цены в меню, если вот, например, вы не берете полностью, как мы питаем, можно заказывать просто по меню. Ну, у меня чикен сатэ в чесночно-ореховом соусе. Слушайте, прям как на Бали. Я прям чувствую этот ореховый соус, немного островатый, как на Бали. Супер. Смотрите, тут еще вот есть джетский, можно арендовать, 40 долларов 15 минут, полчаса 75 долларов. И джетский сафари, 1 час 150 долларов и 2 часа 280 долларов. Покататься просто по атоллам, я думаю, как развлечение прикольное. В этом гестхаусе всего 5 номеров, то есть он абсолютно небольшой, но очень такой уютный, и в номере есть вообще все, что необходимо. Есть даже утюг, мы вообще впервые такое встречаем. Он, конечно, немножко древний, но все же он есть. Есть кондиционер, вентилятор, отделена зона отдыха от спальной зоны, тоже очень удобно. Есть чайник, есть горячая вода, конечно же, естественно. И, кстати, вот в этом отеле, на этом острове вода пресная, потому что мы отдыхали на предыдущем острове Фериду, и там у нас вода была соленая. То есть, когда мы мылись, по сути, ничего особо не смывали. Здесь же классно, что есть пресная вода. Я отдельно хочу сказать по поводу персонала. Очень классный персонал, очень дружелюбный, открытый. Они стараются сделать все вообще для того, чтобы мы здесь классно отдохнули. Этот именно гестхаус мы очень рекомендуем. Вообще на острове есть еще несколько гестхаусов, но мы в них не были, поэтому посоветовать можем только этот. Еще, как во многих гестхаусах, есть стенд с ластами, с масками, с трубками. Сами их можно брать бесплатно. Также в этом гестхаусе дают велосипеды бесплатно тоже. И всегда можно прийти в пресной воде, сразу смыть и оборудование, и самому помыться в пресной воде. Купили, как всегда, кока-колы, прогуляемся по деревне, посмотрим, что здесь есть. Вот, смотрите, вот это местный автотранспорт такой. Здесь можно возить грузы, а также можно встречать туристов, грузить туда чемоданы. И, как правило, вот такие мотоциклы, они еще и электро. Потому что бензин дорогой, проще запитывать аккумулятор. Станция, вот этот Powerhouse есть, небольшая электростанция, как и везде. И проще передвигаться на электробайках, вот на электро-таких машинках всяких. И что, знаете, вот удивительно, мы купили себе сим-карты в аэропорту, мы рассказывали, за 50 долларов 100 гигабайт. Да, это дорого, но зато, ребята, здесь интернет самый лучший из всех вообще, которых мы когда-то встречали. 320 на загрузку и на отдачу где-то 80. Ну, на каждом острове. То есть это уже второй остров, на котором мы находимся. И везде интернет просто великолепный. Видео на YouTube загружается очень быстро. И вот, смотрите, как раз на электротяге вот эти вот гибитки ездят. Вот если вы видите, вдали стоят вышки, и на них уже установлены то ли 4G, то ли 5G. Потому что интернет нереально скоростной. На острове есть одна аптека, но сейчас она уже закрыта. Небольшая, но есть. Также вот по пути есть хелс-центр, у них так, видимо, поликлиники называются. И вот мы направляемся к пляжу, где будем провожать закат. Также сегодня после обеда мы успели посетить Сикрет Бич и немножечко поснорклить. Кораллы, конечно, здесь красивые. Они какие-то необычные даже, я бы сказал. Но именно на острове Фериду было как-то рыбок побольше. Кораллы пусть не такие и красочные были, но рыбок реально было больше. Мы так вот после обеда чуть поплавали полчасика, посмотрели. Даже увидели акулу. Но пока я всем кричал, что я вижу акулу, не успел ее снять. Мы пришли на Вест Бич, чтобы проводить закат. И смотрите, что здесь есть. Местные построили специальную площадку. Что они тут строили? Блин, а пол они еще не построили. Вот, я думал специально, чтобы закат смотреть. Ну, наверное, так уж и полагалось. Еще не достроили. Не достроили, зато какое солнце. Ну, смотрите, зато какая красота. Тишь да гладь, во-первых. А во-вторых, смотрите, какое красивое солнце. Так тихо, так спокойно вообще. Даже птицы не поют. И какой песочек мягенький. Никто по нему не ходил еще. Водичка. Блин, ребята. Я вам даже не могу передать этот момент. Побольше вам тепла, любви, здоровья и таких моментов. Из интересного на острове Гойду можно встретить много крабов. И вот сейчас у нас наступил вечер. Мы отправляемся на поиски крабов. Ну что, мы встретили первого краба. Ребят, он огромный. Сантиметров 40. Это земляные крабы. И они встречаются здесь, вблизи озер. Гойду уникален тем, что здесь есть озера. И вот как раз таки эти крабы живут возле озер. Это он здоровый. Офигеть, какой он большой. Ребята, мы едем втроем на байке. Потому что так быстрее, говорит. Мы быстрее найдем много-много крабов. Одного только встретили. Заплудился, видимо. А нам нужно прям целое полчища крабов. Вот они, вот они, вот они. О, они в норы прячутся. Это земляные крабы. Они вот в норах, вот они в норах прям живут. Смотри, смотри, в норах. Вон он в норе. А вот и здесь один. Вот здесь. Вот. Ну а на рыбалочку мы отправляемся вот на такой моторной лодке. Пацаны уже нас ждут. Hello, guys. Hello. Опа. Please take a seat. Ахмат. Ахмат наш капитан сегодня. Ахмат. Так, ну отлично. Все, мы отправляемся на традиционную мальдивскую рыбалку. Будем, в общем, ловить на октопус. Это у нас осьминог. На осьминогу, а не на кальмагу. Да, но я думаю, это будут донки, потому что удочек я не вижу. Будем ловить на донки. Очень интересно. Обещают нам много рыбки. Ну я оделся уже все. В традиционную свою морскую одежду. Это панама, это лайкра. Так что точно что-нибудь допоймаем. Я надеюсь. Для начала мы прибыли на место кинули якорь, чтобы нашу лодку не мотало по всей акватории этой. Дальше. Пацаны купили снасти. Ну, видимо, это одна из первых их рыбалок именно в этом сезоне. Поэтому все снасти новые. И сейчас нужно намотать на донку леску, подготовить снасти. Ну и все, и начинаем ловить. Насадили мы для начала осьминога. Ну как для начала? В принципе, на осьминога и бум ловить. Никаких снастей и удочек у нас нету, кроме лески и крючка. Все. Я смену. Для этого больше ничего не нужно. Можно было бы, конечно, обзавестись спиннингами, но местным они не особо нужны, потому что можно просто вот так вот рукой закидывать. Вот так. Понимаете? Даже не надо тянуть, просто ждешь и подсекаешь. И почувствуешь, да. И почувствуешь, когда клюнет акула. Да, видишь? Ну-ка, что там у тебя? Покажи. Первая рыбешка. Видали? Рыбак какой, Серега от Бога. Просто пять минут и все готово. А что называется этот рыбак? Импара. Импара. Ё-моё, на волнах немного качает. Ну, я думаю, вот такую маленькую мы будем отпускать, потому что, ну, это несерьезно для настоящих рыбаков. Маленькую рыбку мы отпустили. Будем ждать какую-нибудь покрупнее. Но тем временем Валюше тоже закинули удочку. Ну, как удочку, леску просто. Я надеюсь, что сегодня будет прям какой-нибудь хороший улов у нас, чтобы можно было не просто насладиться рыбалкой, ну и что-то изготовить. Она все сорвалась. Сорвалась? Гон, да. Сорвалась рыбка только что, но было очень... О, у меня, у меня она. Так, ну уже у Валюши что-то есть покрупнее, видимо. Давай, давай, давай. Давай, вытягивай ее. Вот она. О, это побольше, слушай, это та же. Семь, да? Семь. What name? Импара, импара. Импара, уху! У меня тоже есть лов. Вообще, очень легко. Мне нравится такая рыбалка. Ну, это побольше. Слушай, эту хотя бы можно съесть. Да, да. Слушай, мне кажется, что если застрять на Мальдивах, то рыбу словить мы сможем всегда. Очень легкая рыбалка какая-то получается, что даже Валюша может ловить. Но это несерьезно. Еп! Биг, 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 биг! Так, у нас, походу, большая рыба. Тут уже посерьезней что-то. Било так, как будто, не знаю, ну, как минимум на полкило. Акула? Ну-ка, что там? Сорвалась? Ушла. Вот я поймала вот такую маленькую. Мы уже такую, кстати, ловили сегодня. Отпускаем такую. Отпускаем. Ну, вот так вот мы и ловим. Ждем. Просто закидываем и ждем. На всякий случай одел перчатки, потому что, ну, леской может пальцы поранить. Потому что рыба, бывает, бьет серьезно. У Сереги вроде что-то есть. Что-то маленькое. Слушай, ну не такая уж и маленькая. Покажи. Вау! Решили поменять место, немножко отъехать вперед. Может, там будет больше рыбы. У нас вот с Серегой было по одной крупной такой большой рыбе, но обе сорвались. Я просто начала тянуть сильно, и она ушла. Откусила даже крючок. Даже крючок откусила. Значит, была огромная. Да, жалко, что ушла. Ну ничего, еще есть время. Можно кого-нибудь поймать. Ну классно вообще, ребят. Рыбалочка такая легкая очень. То есть ты просто выезжаешь на закатике на 2 часа. Вот мы с 4 до 6 будем рыбачить. Посмотрим, сколько у нас будет рыбки за это время. Пока что 1-2. У Сереги 2, у меня одна. Но у меня сюда большая. Такая большая. Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. О, есть, есть. Стой, стой, стой. Подойди сюда поближе. Ого, какая-то другая рыба. Вот какая, красивая. Да, смотрите, с какими красными плавниками. Походу красноперка. А вот с нейм? Ред снайпер. Ред снайпер. Смотрите, какой у него красный получается. Бэйби ред снайпер. Маленький совсем. Бэйби ред снайпер. Маленький. Отлично. 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 Давай, тяни. Славлив, славлив. Тяни. Тяни, тяни, тяни. Вот она. Вот это да. Вот это большая. Да, да, да. Биг. Молодец. Молодец, Валюша. Ну, мы сегодня точно будем сыты. А над нами пролетает гидросамолет. Далеко-далеко, но кто-то летит на резортный остров. Мы даже скоро полетим. Просто что ни бросок, то улов. Вообще, тут, конечно, с рыбалкой. О, маленький ред снайпер. Куда же ты? Вот такой вот маленький ред снайпер. У Сереги опять, что ни бросок, снова рыба. Ну, кто там у тебя? Побольше, мне кажется, так, да? Да нет. Нет? Одна мелочь. Маленькая? Да. Ооо. Паррот фиш. Паррот фиш. Да, попугайчик небольшой. Да, да. Ну, такой небольшой. Э, ну, ты их побольше бы, было бы вообще прекрасно. Потому что попугаи очень вкусные, но нужно побольше. Ой, смотрите, какая страшная рыбина. Ооо. Группер. Группер? Группер, да. Очень хороший рыб. Да, очень хороший. Смотрите, она темная. Да, с такими крапинками. Крапинку синенькую, бирюзовую такую даже. Блин, очень красивая рыбка. Красивая, beautiful. Но она хищная. Группер называется. И тести. И тести, да, и вкусная. Но это уже побольше, походу, у Валюши. Прям двумя руками тянет. Так, давай, давай, подтягивай, подтягивай. Ой, да подтягивай. Она просто сильная. Небольшая, но сильная. Yes, not big, but too. Empara. Good size. Yes, большой размерчик. Нормальный сегодня у нас будет ужин. Ооо, самая большая. Ну и что, на закате прямо последняя рыбка на сегодня. Такого нормального размера. Такую можно съесть. Да, вообще красотка. Сейчас мы ее на ужин и забацаем. Наш шеф-повар приготовит очень вкусные. У нас сколько улов? Штук 10 где-то? Да, штук 10 мы наловили, штучек 5 отпустили. Но в целом мы рыбалкой очень довольны. Вообще кайф. Я думал, что будет немного жарко из-за того, что нету крыши у лодки. Но все равно нормально. То есть мы вышли на закате, было не жарко. Я надеюсь, что я не сгорел. Ты одет вообще как, посмотри. Так, смотрите, это вот наш улов. Тут в основном, да, такие маленькие. Штучек 10. Ну вот это хороший размерчик. Да, это прям хорошее. О, красава. Ну и несколько у нас ушли, прям большие ушли, откусили леску вместе с крючком ушли. Вот это у меня четвертый крючок уже. И Валюши парушечку поменяли. Давай сам достань, сделай, как вообще настоящий рыбак. Это че? Давай. Смотрите, какой красивый закат сегодня вообще нереально. Последний заброс, может, еще что-нибудь поймаем и все, отправляемся домой. Заводи по-правому. Я так не делаю. Да нет, ты его тут заводишь, тут заводи. Справа, справа. Вот, смотри, какого размера. О, ну слушайте, чем ближе закат, тем больше улов. Ну мне кажется, что вот как раз таки это время самое классное. Давай, возьми ее. Возьми ее, Валюха. Осторожно, доставай крючок. Ну что, достанешь? Да. Главное, пальцы ей в руки не засовывай. Ну ты же сбрасывай с каких озер, ну. Нет. Эх. Ну вот это весь наш улов. Раз, два, три, шесть, девять, десять штучек. А не, вот одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. И мы причалили уже в порт. Сейчас вот ребята моют лодку. Вот тоже рыбаки пришли. И вот здесь находится такой стол, где можно почистить рыбу, помыть ее. Вот все кишки, все, что не нужно, уходит в океан. И вот здесь мы увидели у парня рыба так побольше. Так, рыбу чистить будешь? Я нет. Почему? Ну зачем? Давай, ну почистишь и нам повар приготовит тогда. Так, вот специальным таким ершиком чистят рыбу. Ну а дальше вы знаете, почистили и на костер. Пока мы отдыхали после рыбалки, наш замечательный повар приготовил нам рыбку. У Сереги цельная рыба, Red Sniper. У меня тоже Red Sniper, но мне уже разделы. Мы очень-очень рады, что приехали на этот остров. Нам здесь понравилось. Если сравнивать с два острова, на котором мы были, вот Фериду и Гойду, то пляж, например, был лучше на предыдущем острове, на Фериду. Но здесь намного лучше сам вот кистхаус. Здесь очень вкусно готовит повар, вообще невероятно. И, ну, остров дикий, то есть он очень большой, реально нужно передвигаться на великах, но инфраструктуры очень мало. Вот, но сейчас, в принципе, туристы потихонечку начинают приезжать. Вот нам сказал сотрудник отеля, что они открылись только три месяца назад. До этого два года они были закрыты. А самому этому резорту семь лет, представляете? То есть он, это первый резорт на этом острове. Здесь, честно говоря, всего три вроде бы. Он первый, но они в очень хорошем состоянии его держат. То есть они молодцы, они красавцы. Мы говорим вообще большое спасибо персоналу этому острову. Потому что завтра мы отправляемся на следующий остров, на третий остров нашего путешествия, этого же Атолла. Поэтому приезд будет небольшой. Ну, увидимся уже в следующем видео. Вам большое спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии и лайки в это непростое время. Очень вас всех любим, обнимаем. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok